Первые 14 лет жизни графа Анри Де Тулуз-Латрека, как и положено ребенку, родившемуся с серебряной ложкой во рту, были сплошным счастьем. Все изменилось в одно мгновение, когда резко дали о себе знать генные мутации. Беда, которую, увы, не одно поколение преследовало вступавших в кровные браки Тулуз-Латреков. Вставая с кресла, мальчик вдруг упал, сломав бедро. Чуть позже второе неожиданное практически на ровном месте падение и перелом второй ноги, гипс, инвалидная коляска и страшный вердикт врачей. Нижние конечности частично атрофированы и расти не будут. Наследнику миллионов суждено быть карликом. Привычный, красивый и счастливый мир рухнул. Болезнь развивалась стремительно. Очаровательный и шустрый подросток превратился в коротконогого уродца. Единственным миром, где мальчик мог укрыться от мучительных переживаний, стала живопись. Первым учителем Анри был 37-летний глухонемой художник, который искренне привязался к подростку-калеке. И не только потому, что дарование ребенка било через край. Нет, два обделенных природой человека понимали друг друга без слов. Затем, сменив нескольких учителей, юный граф Тулуз Латрек заставил говорить о себе ценителей живописи. Картины Анри были особенными. В каждом полотне угадывалась частица его собственной боли, боли художника, его несбывшихся надежд. Жадно писавшей картины, карлик мечтал о женской любви. Увы, единственной женщиной, искренне любившей Латрека, была его мать, графиня Адель. Ее портреты, написанные сыном, поражают теплотой, но она не могла дать ему то, что так необходимо 20-летнему юноше. Чувственную любовь, страсть, от которой кружится голова. Однажды один из приятелей Анри свел его с особой, которую тянуло к физически ущербным партнерам. Внешне ангел во плоти, по сути своей, она была дьяволом. Познав с ней мир плотской любви, Латрек понял, страсть, похоть — это не любовь. А любовь, любовь будет жить на его картинах. В 20 лет он ушел из дома, поселившись у приятеля на Монмартре. Для него началась новая жизнь. Среди нищих художников Парижа Анри узнал спасительную радость дружбы. Друзья обожали его, и рядом с ними Карлик забывал о своем уродстве. Он стал истинным певцом Монмартра. Парижская богема признала этот титул именно за ним. Он стал завсегдатаем всех кабаре. С карандашом в руках, сидя за столиком среди шумной компании, он пил и рисовал. А когда ночь медленно скатывалась к рассвету, он отправлялся в публичный дом, где кормил проституток и вновь рисовал. Героями картин Латрека были актеры и певички, жрицы любви, алкоголики, художники, нищие. Причем в каждом лице, даже в самом юном и прекрасном, он находил нечто болезненное, какую-то червоточину. В этом заключалась особенность его рисунков. Он выхватывал суть, характер, индивидуальность, но не приукрашивал, не льстил, а порой даже подчеркивал внешнюю непривлекательность своих героев. Он работал без устали, не думая о здоровье, не думая о будущем. А у его матери упреки замирали на губах, когда она видела сына. Коротконогий, ковыляющий с палочкой уродец, он оставался для нее все тем же ребенком с раненой душой. Благодаря матери в 22 года Латрек получил собственную студию на улице Торлак. Богатство семьи позволило Андрею жить в собственное удовольствие, не считая жалкие сантимы, как делали нищие художники Ман Мартра. И он жил. Жил, получал из семейных поместья дичь и домашние заготовки, вина, коньяки. Он устраивал для друзей великолепные застолья, смешивал дивные коктейли, после которых мало кто оставался на ногах. «Дорогая матушка», — писал он графине Адель, — «пришлите еще бочку вина». «По моим подсчетам, в год мне потребуется полторы». Ах, как любили друзья забегать в мастерскую Анри. Здесь среди красок и пестрых полотен всегда валялись жареные каштаны и маринованные корнишоны из семейного замка Латрека. В бутылке изысканного вина и пакеты мармелада. А по пятницам Андрей устраивал званные ужины. «Чтобы оценить картину, надо предварительно опрокинуть хороший коктейль», — заявлял он, предлагая гостям плод собственной фантазии. Убойный напиток под названием «Дрожь» и с удовольствием демонстрировал свое кулинарное искусство. Запеченная баранья нога, гребешки санжека с чесночным пюре, маринованные луковицы с шпигованной гвоздикой, ну и так далее. Испытав беспощадный удар судьбы, Анри искренне радовался жизни и учил этой радости других. Бессонные ночи, сумасшедшая работа и море спиртного. Когда-то за все приходится расплачиваться. Так было и в короткой судьбе до Лу-Зла-Трека. Допившегося до чертиков карлика с диагнозом «белая горячка» пришлось отправить в дом для умалишенных. И, несмотря на то, что заведение это было для богатых пациентов, можно представить ужас, который ощутил Анри, когда пришел в себя и понял, где он находится. Он вновь с головой погрузился в работу. Он рисовал целыми днями, только бы доказать, что он абсолютно нормален. Одежда висела на нем мешком, под глазами черные круги. Но художник добился своего консилиума врачей, даровал ему свободу. И вновь Монмартр, любимое кафе, аромат жареных каштанов. Но, увы, человек не может измениться в одночасье. Лу-Зла-Трек взялся за старое. Не сразу, но вновь стал пить все сильнее, без перерыва, как будто торопился поставить точку в своей короткой жизни. Он пил и рисовал, рисовал и пил, и снова пил, и снова рисовал. Финал случился 9 сентября 1901 года в родовом замке Маль-Ром-Мэ. 37-летний художник скончался на руках у матери на рассвете, когда, пробив полотно невыносимой духоты, в окна забарабанил дождь. Великий Карлик Манмартра умер, оставив человечество своих некрасивых нарисованных людей, которых нам с вами теперь очень хочется обнять. Субтитры создавал DimaTorzok